Они запустили свой деревенский сайт, открыли ютуб-канал, где делятся местными новостями. Благоустраивают цветники, возводят памятники, изучают историю деревни. Прекрасный тандем из старосты и депутата сложился в деревне Верхняя Шорсерма Цибирского района. И что самое интересное, это вовсе не местные жители. Переехали они сюда из соседнего района и региона. А помните, герои ближе, чем мы думаем, они среди нас. А вот и самый большой цветник, и ждет нас уже. Здравствуйте! Николай Павлович! С чего начнем знакомство с вашей деревней? Куда мы первым делом поедем? Поедем в Сибирский тракт смотреть, камни. При въезде, кстати, мы увидели такой вот большой камень. Я в этой деревне уже 17 лет живу уже. 17 лет? И вот мне в один у нас капитантальное плавание, приехал в обзор, сидим, так, за чашкой сядем. Сколько лет, говорит, в деревне? Я 18 лет. Я, говорит, местный человек, столько лет не жил в своей деревне, говорит. А вы приезжие в столько лет живете в нашей деревне. Ну, теперь это для вас родная, это деревня? 18-20, здорово, все, постоянно, которые живут. Вот. Остальные дачники. Из-за них у нас бывает такой, как сказать, стыковки эти, эти. Потом вы увидите. Вы что-то хотите делать, а им как бы это не нужно? Ну, вечно, на улице мы говорим, уборку сделайте. Они тю-тю-тю-тю-тю. Вот у нас одна семья есть такая. Свои молодые вроде приезжают, тю-тю-тю, и уезжают. Вроде, иногда сами убираем, там, стрижем это, но все, да, нам дождь обидно. Это место называется Сибирский тракт. В девашках урнулах, в шуле здесь она. Водили каторжников этих, ну как. Прямо вот по этой трассе. Вот по этой трассе, вот она, и даже виднеется, вот она идет, вот возвыш идет. Оттуда, вон оттуда идет прямо, и сзади боготрю, вот там. Раньше вот эти наши старые уже пожилые, они помнят, что здесь росли эти, березы, говорят, росли здесь. Не все знают, что здесь была, здесь была такая трасса, дорога. Во-первых, мы сами не знали здесь, что здесь трасса была. Откуда узнали, как? Вот у нас мы нашли 1703 года Казанский губерник, карту нашли, ну как, нам нашли, ну, показали. Там все нарисовано, все написано, все, все, все четко. Откуда идет, все идет. А вот карта вот здесь тоже находится, вон, на карте, часть карты. У нас деревня сейчас, здесь будет благотворительный фонд под моим внуковым суммам. Больше половины денег благотворительный фонд сюда вложили, своего фонда. Это сколько рублей? Около 20 тысяч. 20 тысяч? Около, да. Ну, нам фундамент купить помогал бетон. Одна семья, сам пенсионеры Петровы, они нам куп, бетон купили на свои деньги, на свои пенсионные деньги. Откуда вы этот камень привезли? Ну, камень мы нашли недалеко, это же деревня. А, так это где-то здесь было. Да, вот. Ну, у одного хозяина лежал, лежал он, пожалуйста, берите, пожалуйста, я согласен. Для этого дела мне не жалко. Вот мы привезли, вот ее манипулятором еле-еле подставили. Вот, считай, он около 4 тонн весит. Сегодня у нас есть еще и второй оператор, который снимает эту программу. Только не для нас, а для... Жителей деревни. Для жителей деревни, да. Вот здесь две камеры, аж Владимир Витальевич, он делает контент для Ютуба деревенского. Еще и наполнением сайта деревенского, да, ведь вы не понимаетесь. Вот вы говорите про сайт, про канал Ютуб, это же не делается, кто здесь живет, да, пускай. Ну, они каждый день, а мы делали специально этот канал и сайты. Кто далеко живет от нас, кто не может приезжать, они следят за нашими новостями, за нашими успехами. Вот для этого сделано. Вот этот стенд был подготовлен в 75-летие Победы. Вот тогда готовились год. Находил родственников, тяжело было находить, некоторых не находишь, конечно. Все эти данные были взяты из этой книги. Прокофьева Анна Федотовна, это дочь фронтовика. Она написала книгу, список там есть. Я по этому списку собирал, находил фотографии. Иногда случайно бывало, потому что я сам не отсюда, мне чужие они все. Но как это чужие, когда они за нас воевали. Владимир Витальевич, вот вы говорите, что я тут пришелец. Нет, так прозвали. Про нас так прозвали пришельцами. Раньше, говорят, не принимали нас двоих. Это сейчас рассказывают. За спиной рассказывают. Ну, мы чужие, чужая стая. Вот так и получается. Вот мы сейчас идем. Я вижу там колонки, которые обместены очень симпатичными заборчиками. Да, они были вообще без нарядов. Как будто они голые стояли. Но это же не красиво. Непорядок. Непорядок. Это уже Николай Павлович расскажет. Первый раз я колу свою дома сделал на свои деньги. Сольпы поставил. Ну как, для эксперимента, как сказать. Мне понравился. Потом начали. У нас семь колонок в деревне. Посчитали, посчитали. На одну колонку уходит семь с половиной тысяч. Спонсоры нашлись в кое-кто деревне. Например, Василий Ильич нам много помогал. Штакетниками, брусками. Татьяна Анатольевна нам 10 столбов железных предлагала. Что самое интересное, за все эти работы беретесь вы, люди, которые здесь живут, и вы уже давно на пенсии? Да, давно. Давно на пенсии? Давно. И вам не сидится на месте? Чем нет. И силы у вас есть, что самое важное и главное? Я уже 17 лет на пенсии. Он еще больше. А вы сколько? Я еще в 98-го года. В 98-го года. Откуда силы находите? Картошку кушаем, хлеб кушаем. Я как художник-фармитель люблю красоту. Чистоту. Поэтому все должно быть красиво на улице. Но тоже иногда давить не все послушно. Я всегда говорю, по готовительным фондам. Пиво не пейте в бутылку. Дайте по готовительным фондам. Каждый год вы выбираете? Каждый год, каждый год. Во время дне праздника, День деревни, лучше красивый полисадник. Поэтому мы присвоили. Все отчетки вам. Способное хозяйство, вот, где-то нас в дом присвоили. Деньги же в Востоке же не можем давать у нас такого. Нет только. Может со временем. Но зато табличку повесили. Нет, может быть богатей, может быть, как премиальный. Три тысячи, пять тысячи, может быть. Может быть, со временем это. Денег не видать, а табличка видна всегда. Я так понимаю, что родник-то вы нашли совсем недавно, да? Вот осенью нашли мой родник. Здесь, значит, тайга была натуральная. Деревья росли, все. А мы не знаем, что здесь родник был, родник есть. Как-то мы нечаянно наткнулись. Кто хочет, пожалуйста, подвеси вкус воды. Сегодня очень жарко. Чисто натурально. Вот это по составу лучше, чем у нас скважина. Уже через химию проходила. Лучше, чем колонки. Это считается. У нас же никакого привкуса не чувствуется. В таком виде он будет здесь. Ой, вы уже нарисовали, да? Вот этот эскиз. Ой, красота. Опыт у меня есть. Поэтому я всегда перенарисую, набросаю. Выставляю на обзор народу, как реагирует, как нравится, не нравится. Мне кажется, что в большинстве случаев люди соглашаются. Но вот так с такой красотой не согласиться. Никто против не был пока так. Николай Павлович, вы ведь не отсюда, вы из Комсомольского района. Как вы сюда приехали? Супруга моя отсюда, с этой деревни, получается. Она на пенсию вышла раньше меня. Отец и мать, они старые были. За ними надо ухаживать, надо было. Потом я переехал за ней. Получилось, по семейным обстоятельствам я переехал в деревню, вот эту деревню. Вы стали старостой. Сколько лет вы на этой должности здесь? Ну, на этой должности я немного. Да это у нас Владимир Витальевич был старостой. Его избрали депутатом, да и меня избрали старостой. Я два года как старостой. Должность староста, она вообще не оплачивается? Да, не оплачивается. Вот это мы, как сказать, добровольно работаем. Как сказать? Волонтеры. Да типа это. Какие можно деньги дать? Мы сами деньги даем. Свои деньги, кровные деньги, бывает такое. А зачем? Ну, говорят, видишь, памятник поставили, вот, ветеранам военно-отеца войны. И 65 человек ушло. Видишь, вернулись только 31. Это память надо. Мне вот отец, тесь вот, я давно хотел это памятник. Потому что раньше они ходили 5 километров в памятнику у Погатырева, в Чесово, 9 мая. Он жив был бы, он так пристал бы перед этим памятником, он так весел, так радовался бы. Он же на войне, с первых дней войны был механиком-водителем танка Т-34. И до конца войны воевал на этом танке. И вернулся живым. Вот как ему повезло. Он даже ранен был, инвалид. Инвалидом стал на войне. Все равно он отслужил, довоевал. Это он сочинил гимн деревни? Нет, это его сын сочинил. Это его сын, да, Виталий Иванович Васильев. И каждый праздник мы поем эту песню. Это гимн. Начинаем праздник с этой гимн. Давайте к вам в гости зайдем. Заходите, заходите. Добрый день. Так, а куда ваша жена бежала? Здесь, да. Здравствуйте. 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 Нормально, нормальная пара. Это наш деревенский дом. Я в свое время работал в ансамбле печататься. Восемь лет. В ансамбле печататься. Вы там пели, играли на инструменте и танцевали. Я в хоре пел в свое время. Восемь лет. Потом, по семи настоярствам, я пошел работать на завод художников-охранителем. Вот так. Это будет, как называется, поле, летное поле. Это примерно так. Здесь хочу я вертолет посадить. Все вот памятники, это мои эскизы все это. Вот сейчас я вот авиации хочу сделать. У меня уже 3-4 эскизы сделал. Мне все не нравится, не нравится. Вы делаете объекты, и тем не менее, вы еще ни разу не приняли участие в программе инициативного бюджетирования. Это очень популярная программа. И как так получилось, что вы еще не включились в это дело? Да, я понимаю эту программу. Я попробовал один раз, слышал, попробовал, бегал. Там не так, там не так, там счет нужен, это нужен, это смет нужен, это. Я стыковался, потому что сметно сделаешь, он будет лежать в одном месте полгода. Там будут вердят в другом месте полгода. А за это время я памятник уже устанавливал. Сначала музыку нахожу под эту музыку, фотографии, монтаж, видео. Как вообще началось с того, что вы начали снимать? На подволной лодке в 96-м году с собой взял камеру, автономку, я там снимал. Дети маленькие были, детей снимал, сейчас видеокассеты лежат. Вода отсюда пошла. У нас в деревне появился сайт Верхняя Шестерма, где мы объявления даем, новостные такие. И открыли на Ютубе свой канал, тоже Верхняя Шестерма, где мы для народа информируем, праздники выкладываем. Кто не может приезжать, мы, пожалуйста, все это, все здесь у нас. Каждый год мы бессмертный балк проводим. Просмотры чего стоят, комментарии чего стоят. Вот. Благодарю Божий наш за таких прекрасных людей. Низкий поклон вам. Встанем мы, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Сколько подписчиков на вашем канале? Подписчиков прибылось, когда бессмертный балк мы проходили, под песню встанем. Мы тогда следили, конечно. Сейчас подписчиков... Сейчас смотрим. Я так смотрю, у вас приличное количество просмотров. Резко пошло, резко пошло. 4 тысячи еще, ну, перенял валить, нормально. 2 768 подписчиков, слушайте. Это у вас успешный канал. У вас монетизация там не включена? Здесь была конкретная свалка. Да, в свое время здесь была свалка. Вся деревня сюда, мусор таскали, бросали. Вот здесь не больше овраг там. Овраг полный был, кругом еще наверху здесь. Ну, мусор сами на все есть там. Что есть дома, все сюда таскали они, бросали. Все праздники деревенские у вас, они здесь проходят? Да, здесь все, да. Вот день деревни, вот. Недавно мы проводились. Унгершевлезем фестиваль, межоригинально называется. Надо же, к вам приезжали, получается, не только со всей республики, а ансамбли. Да, с татари приехали. Должны были с Ульянска, с Марийска, но они что-то не приехали. Ну, 17 коллективов было у нас, выступали. Вот это на этом стиле, 17 коллективов. Здесь мы работаем вот с Сергеем Васильевичем. Ему уже 76 лет, он вместе с нами. 76 лет ему. И выходит до сих пор вам помогать? Да, вместе с нами. Вам помогает. Вот, пожалуйста, фотографию. Он нам помогает, с тем, вот, в расформе есть вместе с ним. Это кто? Ну, это Дед Мороз, это я, как всегда. На Новый год мы справляем. Каждый год выходим на улицу после 12 часов. Николай Павлович, а вы думали над тем, что, если это не будете делать вы, то никто это не будет делать? Кто, если не мы? Вы об этом думали? Да, здесь никто бы не делал. Никто бы не делал? Целая деревня. А почему не делали до нас никто? Даже память там их не поставили. А не знаю почему. Это не могу сказать я, почему. А почему вот колонки они не благоустраивали до нас? А почему я это не могу сказать, сами знаете. А как я могу сказать? А как я могу спросить человека, почему ты это не делал, почему ты это не делал? Почему вот пруд не прудили они до нас? Я этим не хвалюсь, но горжусь, что я могу это делать. Продолжение следует...